Искусственный интеллект спросили, можно ли остановить войну, если накачивать одну из ее сторон оружием. Вот что ответила нейросеть на такой вопрос. Накачивание одной из сторон конфликта оружием может временно изменить баланс сил в пользу этой стороны и даже помочь ей добиться победы в конфликте. Однако это решение может иметь множество негативных последствий. Это ответ той самой популярной нейросети, которая успешно пишет за студентов дипломные работы, проходит собеседование в Google и помогает анализировать уголовные дела, а также выносить приговоры преступникам. При этом нейросеть не знает, что сейчас происходит в мире. Ее база данных ограничена 2021, и поэтому ответы основаны только на теории. Вот две главные опасности, по мнению искусственного интеллекта. Если одна из сторон получает оружие, это может привести к распространению насилия и конфликта на другие регионы, поскольку оружие может использоваться в других конфликтах и борьбе за власть. Это может вызвать недовольство других государств и международных организаций, что может усугубить политические напряжения и привести к дальнейшим конфликтам. Недавно эту же нейросеть спрашивали про молдавский закон о сепаратизме. Тогда компьютер однозначно ответил, нужно искать компромисс, учитывать интересы и беспокойство другой стороны, иначе будет плохо. В этот раз выводы искусственного интеллекта оказались схожими. Накачивание одной из сторон оружием не является эффективным способом остановки войны. Вместо этого необходимо работать на поиске мирного решения конфликта путем дипломатических усилий и переговоров. Рассудительные и разумные ответы компьютера не отличить от того, как разговаривает и думает человек. Вот только судя по тому, что говорят и делают политики, все чаще возникает вывод – искусственный интеллект давно стал умнее, чем человеческий.